Жизнь ворота! Жизнь ворота! Антология Уркагана Как ошибка властей породила в СССР криминальных авторитетов и блатную романтику. Суки против воров. Как писала наша версия, система ВСИН объявила войну воровскому укладу в колониях и тюрьмах. Ломать преступных авторитетов решено всерьез, застрельщиками выступают выходцы из спецслужб. Тем не менее нельзя не вспомнить, что прежде власти уже дважды пробовали сломать хребет профессиональной преступности, и каждый раз что-то в итоге шло не так. А самая первая попытка оказалась настолько фатальной, что ее последствия страна расхлебывает по сей день. Как известно, Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, а уже 12 июля Президиум Верховного Совета СССР издал указы о досрочном освобождении ряда категорий заключенных. Затыкать дыры на фронте отправили осужденных за прогулы, а также за незначительные бытовые преступления. Позже к ним добавились бывшие военнослужащие, осужденные за малозначительные преступления. Всего таким образом Красную Армию пополнили 420 тысяч выходцев из ГУЛАГа. Однако вскоре огромные потери заставили вновь вспомнить о зэках. В январе 1942 года Пленум Верховного Суда СССР разрешил отправлять в армию лиц, осужденных на срок не свыше двух лет лишения свободы. Учитывая, что за обычную кражу паука следовало три месяца лагерей, а за серию краж, до года, путь на фронт открылся в том числе и для профессиональных преступников. В прорыв идут штрафные батальоны. Плюс заключенным в лагерях, только уголовникам, политических не брали. Нередко предлагали искупить вину кровью, и желающие находились. Трудно сказать, что именно двигало уркоганами. Возможно, присутствовала и доля патриотизма, однако историк отечественной пенитенциарной системы Александр Сидоров описывает мотивы добровольцев более скептично. Во-первых, с началом войны кормить в лагерях стали крайне скудно, отчего зэки умирали десятками тысяч. На фронте же кормили. Во-вторых, массово проситься в армию зэки стали после Сталинградского сражения, когда стало ясно, чья взяла. В-третьих, год на фронте засчитывался за три в лагере. Как результат, линейные штрафные части пополнились матерыми уголовниками. Воевали вчерашние жулики и налетчики отчаянно и дерзко, как привыкли на воле брать кассы. Примечательный факт, уголовники оказались даже в числе обладателей звания Героя Советского Союза. Так, ушедший добровольцем на фронт Николай Кульба, уже имел за плечами два приговора, в том числе за грабежи в составе банды. В своей дивизии он стал лучшим снайпером, уничтожив 29 немецких солдат и офицеров, а во время форсирования Днепра принял командование и повел роту в атаку. В момент награждения Кульба лежал в госпитале, потому звезду Героя ему так и не вручили. Когда же в 1958 году Героя, наконец, разыскали, оказалось, что Кульба после войны продолжил воровать и получил еще два срока. В итоге награды его лишили. Они были смелы, я представлял их наградам, вспоминал известный актер Евгений Вестник, в батарее которого также служили добровольцы из ГУЛАГа. Впрочем, одновременно Вестник приводил характерный эпизод. Восточная Пруссия, 1945 год. Немецкий пулеметчик не дает провести через поляну наши гаубицы. Рядовой Кузнецов Василий, беломарканальник, осужденный на 10 лет, получил от меня приказ ликвидировать огневую точку. Через полчаса пулемет замолк. А еще через 10 минут Вася принес затвор немецкого пулемета и голову стрелявшего немца. Товарищ гвардия-лейтенант, вы могли бы подумать, что я затвор сброшенного пулемета снял, а стрелявший ушел. Я голову его принес как доказательство. Всего за время войны фронт прошли десятки тысяч уголовников. После победы одни взялись за ум, другие, как Кульба, взялись за старое и вернулись в лагеря. Они входили в бараки, ожидая, что блатные товарищи воздадут им должное за храбрость. Но не тут-то было. Предатели воровского закона. Воровской закон запрещает служить государству, потому к прибывшим отнеслись как к предателям. Аргументы фронтовиков о том, что они дезащищали не власть, а родину, не прошли, раз носили погоны, стало быть вы больше не воры. На самом деле блатной кодекс чести был здесь ни при чем. Просто согласно сложившейся системе уголовники в лагерях находились на вершине пищевой пирамиды, безжалостно обирая фраеров. Однако поскольку за время войны сажать стали меньше, кормовая база у уголовников сократилась. А тут получалось, что в лагеря прибыли еще тысячи таких же блатных. И что теперь, прикажете делиться и сидеть на голодном пайке? Ворам-фронтовикам, само собой, тоже не улыбалось терять привилегии. Так 1947 году оформилось противостояние. На блатном сленге «пойти на сотрудничество с властью» значило сучиться. Так вернувшимся с войны уголовникам приклеилось определение суки. Сперва их просто били, не подпуская к лагерной кормушке. Потом начали убивать. Суки поначалу сопротивлялись самостоятельно, а затем, чего теперь терять, пошли на решительный шаг. Администрации лагерей полетело предложение. Вы поддержите нас, а взамен мы поможем вам справиться с законными ворами. Руководство ГУЛАГа идею поддержало. Уголовники уже давно были костью в горле, которую не выплюнуть, не проглотить. И если одни зэки своими руками перебьют других, а чего в лагерях наконец настанет порядок, то станет только лучше. И чем больше варья передохнет с обеих сторон, тем лучше для страны. Для начала, как пишет Сидоров, ГУЛАГовское начальство искусственно обеспечило сукам численный перевес, дав фактически карт-бланш на расправы. Открывалась дверь, и в тюремную хату заходила команда, вооруженных заточками сук, которые ставили законникам ультиматум, или отречься от воровского закона, или умереть. Для этого надо было публично поцеловать нож, или самому запереть дверь камеры. Если же кто-то отказывался, начиналась трюмеловка, долгое, изощренное убийство. Воров забивали до смерти, ломали им кости, отрезали языки. Соавтор Владимира Высоцкого, автор книги «Черная свеча» Вадим Туманов, вспоминал, что в бухте Ванина трюмеловка проходила на глазах у целого этапа, и в присутствии высокого лагерного начальства. Воры не оставались в долгу, превращая любую встречу с суками в побоище. Кровь лилась рекой. А когда ее становится слишком много, жизнь вообще перестает чего-то стоить. В итоге убивать стали и тех, кто просто попался под руку, прежде всего из числа фраеров. Тут-то в руководстве ГУЛАГа и схватились за головы. Мало того, что в зонах творился полный беспредел, мешающий выполнять план по лесозаготовкам и мытью золота, хотя суки вроде как обещали навести порядок, наоборот они оказались еще страшнее и подлее воров, начав вовсю помыкать беззащитными мужиками. В попытке вернуть статус-кво в ГУЛАГе, попытались было поддержать воров, поделили лагеря на воровские и сучьи, но было поздно. Привет из ГУЛАГа. Война полыхала почти 10 лет и закончилась, как ни странно, сама собой. Поводом для этого стала амнистия, проведенная после смерти Сталина. Благодаря ей на волю вышли тысячи уголовников, из-за чего противостояние в лагерях потеряло накал и со временем сошло на нет. Однако последствия сучьей войны оказались куда как продолжительнее. Что же изменилось? Да в общем все. Бойня дала ворам понять, что в одиночку им не победить, нужна поддержка. А кто самая массовая каста на зонах? Фраера, мужики. Прежде уголовники не считали их за ровню. Вор ворует, фраер пашет. Теперь же они показательно стали проводить идею о том, что законы воровского мира никогда не обидят честного арестанта, а воры являются защитниками справедливости в зонах. Само собой, провозглашалось это только на словах, и озвученная следом идея создания общака, по сути была выгодна самим уголовникам. Именно массовая резня привела к значительному укреплению позиций воровского мира и возникновению романтического ореола вокруг законников, как в местах лишения свободы, так и на воле. Она укрепила изнутри, сплотила уголовное братство, потолкнула его к серьезным, глубоким реформам. И в результате наша страна получила искусно организованное и мощное преступное сообщество, пишет Александр Сидоров. Теперь вор в законе провозгласил себя защитником и покровителем сидельца. Многие проблемы борьбы с нынешней российской организованной преступностью порождение послевоенного ГУЛАГа. И созданы они не в последнюю очередь именно теми, кто встал на сторону сук и своими чистыми чекистскими руками выковал образ идеального вора, воспитал и взлелеял хищных, талантливых и умных уголовников. Воры. Кто они? Сегодня, спустя 15 лет после того, как в сети появился Prime Crime, мы, его авторы, впервые осмеливаемся изложить собственную точку зрения на то, в чем заключается воровская идея и кто есть воры, здесь и далее так называемые воры в законе, будут обозначаться так, как принято в их мире. Мы уверены, что для 99,9% из вас эта информация станет открытием. Что, на самом деле, вы знаете о ворах? Наверное, немногое, за справедливость чего даже не готовы поручиться. Хоть и слышали о них много раз. Интересоваться ими обывателю. Кого отпугивает, кому кажется недостойным само слово вор. Хорошего человека вором не назовут. Так думает большинство. В действительности, что есть плохого у воров, так это пиар. Из всех слов великого и могучего для определения себя воры, выбрали одно из самых негативно окрашенных, хоть и во многом отражающих их суть. Впрочем, отождествлять воров и воров, расхожее заблуждение, свойственное лишь самой далекой из законопослушных категорий граждан. Для них и поясним, ибо нездоровому нужен врач, но больному. В преступном мире, если о человеке говорится, что он вор, то, как правило, подразумевается не профессия, а титул. Имя, которое дается избранным единицам. Как говаривал вор Север, если завтра мы назовемся не ворами, а отцами, наша суть от этого не изменится. Но восприятие будет совсем иным. Хотя правда жизни такова, что отнюдь не каждый, кто крадет, вор, но каждый вор должен красть. Красть грешно, но кража кражи, рознь. Вокруг вас каждый день не прикрыто, и безнаказанно воруют от зависти, алчности, корысти или гордыни. Знайте, что для тех, кого именуют ворами, эти мотивы чужды. Кража для них, всего-навсего, единственный допустимый источник пропитания. Вор не может ни отнять, ни обмануть. Вор может только украсть. Это непреложное правило. Представьте себе, из всех божьих заповедей, эти короли преступного мира нарушают только одно, а всем остальным служат оплотом. При этом крадут не у бедных и не последнее. Крадут тайно, не прибегая к насилию, или упаси бог, кровопролитию. И то, что выручают, честно делят на всех. Кража для вора никогда не была средством обогащения, но образом жизни, который сам по себе не способствовал накопительству. В быту воры отличались аскетической скромностью и презрением к роскоши. Красть вора переставали только от немощи или по смерти. Да, суть воров преступна. Кидайте камень, если вы без греха. Со времен Адама и Евы человек приступает запреты. За это время узниками тюрем, которые никогда и нигде не пустовали, становились разные люди. В разное время их преступления трактовались по-разному. В зависимости от этого, их считали святыми или злодеями. Если вы хоть раз заплывали за буйки или срывались с чужого дерева, вы тоже часть преступного мира. Вы в самом бессознательном его низу. Над вами легион адептов, составляющих параллельное с нашим с вами государство профессиональных преступников. Тех, кто не стесняет себя никакими законами, кроме одного воровского. Идея, которую олицетворяют собой воры, гениальна в своей простоте, и потому безоговорочно завоевывает сердца и умы многих, кто ей проникался. В отличие от других идеи культов она не зиждется на догматах, и слепой вере в заведомо ложное. Воровская идея нигде не изложена письменно, но при этом, в отличие от многих священных текстов, исключает разночтение. Каждый вор в каждом своем поступке и слове есть зевое воплощение проповедуемой им идеи. На протяжении всей истории советская власть под разными личинами боролась с воровской идеей и всячески преследовала ее приверженцев. Воров компактно содержали в спецзонах, для особо опасных рецидивистов и массу арестантов от их влияния всячески ограждали. Даже те, кто часто и много сидел, могли за всю жизнь не увидеть ни одного вора. Несмотря на все усилия, русская тюрьма жила и все еще живет по их закону. Возможно, самому справедливому из бытовавших в человеческом обществе. В тюрьме не принято все то же самое, что и на свободе среди нормальных людей. Разница лишь в том, что на свободе недостойный поступок кому-то может сойти с рук, а в тюрьме он никогда не останется безнаказанным. Тюремная жизнь сурова, но справедливости в ней больше, каждый получит то, что заслужил. В советское время воры были сугубо тюремным явлением, и вся жизнь их протекала там. Строго говоря, вор сидел в тюрьме не потому, что так хотел Жеглов, а потому, что это был его дом. Отсидеть в середине 80-х годов без выхода по 30, и более лет среди воров считалось нормой. Пребывание вора на свободе практически не имело для него смысла и даже считалось серьезным проступком, отклонением от норм поведения. Не имея ни семьи, ни дома, вор на свободе был обречен вести кочевой образ жизни, скитаться, бродяжничать. Если вор подолгу задерживался на одном месте, его могли заподозрить в связи с милицией. В преступном мире власть воров не ограничена ничем, однако уклад их собственной жизни полон ограничений. Все самые строгие нормы поведения воров, проистекали из одного главного принципа несотрудничества с властью. Вору были запрещены любые контакты с властью как на свободе, так и в заключении. Поскольку в СССР все принадлежало государству, вор не имел права работать, служить, состоять в общественных организациях. Запрет распространялся даже на чтение газет или боление за национальную сборную. Исходя из того же, вор не мог иметь ничего легального, семьи, собственности, место жительства. Также вору было запрещено признавать свою вину, давать показания или выступать свидетелем в суде. Перманентный протест по отношению к власти всегда был краеугольным камнем воровской идеологии. В стране, где общество до сих пор ментально поделено на тех, кто сидит, и тех, кто сажает, примерно поровну, авторитет у армии зэков могли завоевать только те, кто противился власти. Все бесчисленные нельзя предписывались ворам, ради всего одного можно, решать человеческую судьбу. Это право, гораздо более тяжкий крест, в преступном мире закреплено только за ними. На фоне назначенных и зависимых от линии партии советских судей воры, представляли собой альтернативное правосудие. Главная функция вора, беспристрастное разрешение любых конфликтов. В принятии решений вор самостоятелен, и за правильность каждого несет личную ответственность. Никто не вправе указывать вору, как поступить. Слово вора, истина в последней инстанции. Решение вора не подлежит обсуждению, его не может отменить даже другой вор. Чтобы заслужить право вершить над людьми суд, вор с детства должен был не запятнать себя ни малейшим бесчестьем, ложью, подлостью, трусостью, предательством или неверностью данному слову. Вор не имеет права пройти мимо чужой беды и несправедливости, даже если это угрожает его жизни. Готовность принести себя в жертву, ради торжества справедливости и блага других, окутала воров орелом мучеников. Если самопожертвование считается высшей формой духовности, то воров по праву можно назвать духовным генофондом нации. Как русским солдатам в первые годы Великой Отечественной войны, воровскому движению середины прошлого века был свойственен массовый героизм. Никогда, со времен раскола церкви, люди не шли на смерть за свои убеждения с такой решимостью, как воры во времена сучьих войн. Понуждаемые властью к отречению от идеи, воры предпочитали смерть без честью. Не вызывает сомнения, то что объединяет всех воров и отличают от обычных людей, это сильный дух. Он основа всего. От него и обостренное чувство справедливости, и честность, и независимость, и отвага, и нравственная чистота, и благородство. Люди, преисполненные духом, не могут ходить строем и выполнять чужие приказы, их невозможно ни подкупить, ни починить, ни запугать. Согласитесь, не только в тоталитарном, но и в любом обществе с таким набором достоинств, скорее окажешься в тюрьме, чем подстроишься под большинство. Где бы ты ни был, если ты ни за кем не следуешь, то рано или поздно последуют за тобой. Воры никогда не стремились к власти, как таковой. Для них было достаточно того, что никто не властен над ними. Масса, видя в ворах защиту и справедливость, всегда сама тянулась к ним. Воры своим примером показывали арестантам, чтобы те, как бы ни было тяжело, оставались людьми и не теряли человеческий облик. В мире воров людей не делят по ложным признакам, национальному, сословному или религиозному. В тюрьме, как в Индии, свои касты, и единственным критерием оценки является чистота. Чем ты чище, тем выше твой статус. Ибо над людьми не должен возвыситься тот, чьи помыслы или дела нечисты. Представьте, какая репутация могла быть у человека, которого сами воры называли за чистоту бриллиантом. В преступном мире только воров называют людьми. На свободе каждый мнит себя человеком, а в тюрьме это звание нужно заслужить и соответствовать ему каждым своим поступкам. Воровское имя не дается пожизненно. Если оно досталось человеку случайному, он долго с ним не пропетляет. Воры постоянно чистят свои ряды. Первое же отклонение от установленных правил влечет за собой потерю титула. Чтобы ни один недостойный поступок не бросил тень на все братство. Неудивительно, что эта прослойка очень тонка. Воров называют людьми, потому что в представлении тех, кто живет по воровскому закону, вор, эталон настоящего человека, суть воплощения самых благородных человеческих качеств. Того, что обычного человека делает человеком с большой буквы. Того самого человека, которого Диоген искал при свете дня с зажженной лампой. Чтобы понять суть воровской идеи, замените слово вор на слово человек. Оказывается, у человека нет более истинной идеи, чем просто быть человеком. В самом возвышенном смысле этого слова. Каждую секунду своей жизни. Кажется странным, что такая простая и гуманная идеология получила распространение именно в тюрьме, тогда как на воле, вместо одной самой естественной для человека идеи, навязываются десятки ложных и даже утопических. Кому же приписывается авторство столь безупречной идеи? На этот счет до сих пор нет единого мнения. Историки сходятся лишь в том, что идея возникла в первые годы советской власти, а криминологи признают, что ни в одной стране мира преступный мир не организован на подобных принципах. Самые популярные версии происхождения воров – роль НКВД, царские уголовники и беспризорники. Впрочем, ни одна из них не дает ответа на вопрос, зачем матерым преступникам, а тем более, беспризорникам, которых больше всего волновало выживание, добровольно загонять себя в такие жесткие рамки. На самом деле главным контраргументом всех версий является сама идея. Очевидно, что ее основателями могли быть только люди посвященные, обладавшие, в отличие от невежественного большинства, всей полнотой знаний об окружающем мире. Воровская идеология имеет глубокий духовный потекст и содержит атрибуты религиозной секты или тайного общества. Более всего сообщество воров напоминает масонство. Все его члены равны между собой, независимо от возраста и стажа. Вступая в орден, они приносят клятву и обращаются друг к другу так, как это принято у монахов или масонов, брат. Логика наших рассуждений целиком укладывается в благородную версию происхождения воров, изложенную писателем Эдуардом Михайловым. Согласно ей, основоположниками современной воровской идеологии были бывшие белые офицеры армии барона Врангеля, которым после поражения в гражданской войне разрешили вернуться из эмиграции. Для тех, кто так и не принял новый порядок, единственным способом сосуществования с советской властью был уход в криминальное подполье. Разумеется, что харизматичные, закаленные в боях из младых ногтей привыкшие повелевать, носители голубой крови не могли просто поодиночке раствориться среди старорежимных уголовников. Вместо этого они возглавили преступный мир, заложив его новый фундамент, присущие им представления о благородстве и чести. Конечно, власти выгоднее было представить воров порождением Лубянки, булаговскими администраторами, нежели наследниками духовных традиций русского дворянства. Но почему нарисованный нами образ идеального вора так отличается от того, что мы слышим о них сегодня? Почему нынешние воры не крадут, а крышуют наркотрафик? Почему воровскую корону можно купить, потерять и снова выкупить? Почему раньше добровольно скидывались на общие для тех, кто действительно нуждался, а сегодня принудительно собирают наличность тем, кто и так жирует? Для пояснения сначала ответим еще на один, часто задаваемый вопрос. Почему среди воров так много грузин? Изначально среди воров русских было подавляющее большинство, а грузин было не больше, чем представителей других национальностей. История воров писалась на русском севере, русском Урале и русском Дальнем Востоке. Кавказцы, попавшие на Русь до хрущевской реформы 1961 года, полноправно вписали свои славные имена в эту историю. Потом на долгие годы установилось правило, где живешь, там и сидишь. Грузинские воры в этом отношении оказались в очень комфортных условиях, субтропики вместо вечной мерзлоты. Грузия, как родина вождя народов, по сравнению с другими республиками, часто оказывалась в привилегированном положении. Когда в целом по союзу о существовании воров мало кто догадывался, воровская идея проникла во все сферы грузинского общества, вплоть до начальных и средних школ. В Грузии, начиная с 50-х годов, воровская идея стала красивой сказкой для тех, кто не хотел работать. Исходя из этого, прерогативой номер один стал общак. Домашние грузинские воры ни в чем не преуспели так сильно, как в потакании своим растущим аппетитом. Если в России общак был сугубо внутренним уголовным понятием, то в Грузии воры обложили данью всех, кто зарабатывал нечестно или утаивал доходы от государства. После того, как грузинские воры не погнушались обирать даже рыночных торговцев, в России их презрительно прозвали лаврушниками. Если в России вор мог разбирать только конфликты между преступниками, не преследуя личного корыстного интереса, то в Грузии существенным источником дохода воров стал арбитраж дельцов подпольного рынка. Чем плотнее становилась эта связь, тем более истончалась грань между теми и другими. Со временем воры стали не гнушаться коммерцией, а коммерсанты, изрядно пополнявшие общак, были в праве сказать, что делают для воровского гораздо больше, чем любой преступник. После того, как в Грузии раньше, чем где бы то ни было, расцвела теневая экономика, доходы от нее широкой рекой потекли в местную воровскую казну. Когда вокруг все стали обогащаться, грузинским ворам стало стыдно быть бедными, поэтому они перестали придавать значение тому, откуда к ним приходят деньги. Соблюдение классических воровских законов в такой атмосфере становилось все более обременительным. То, что в России считалось у воров неприемлемым, в Грузии становилось нормой. Сначала, при наличии постоянного дохода, отпала необходимость лично совершать преступление. С ней исчезла причина садиться в тюрьму. Воры поселились в своих домах, обзавелись семьями и вместо сокровищ на небе стали собирать сокровища, которые истребляют моли ржа. Вскоре воровская корона, гарантировавшая материальное благополучие, стала объектом наследования от отца к сыну и даже предметом купли-продажи. На смену одиночкам бессребренникам пришли несудимые воры, повязанные родственными узами и совместным доходом. Есть ряд примеров, когда честно отсидевшие в России грузины, вернувшись на родину, добровольно складывали с себя полномочия, не желая иметь с ворами новой формации ничего общего. Еще одним атрибутом элитарности грузинских воров стал опией. Нетрудно догадаться, с чьей высокой подачей в 70-х годах готовые к употреблению ампулы с гидрохлоридом морфиновы сбытки появились в тюрьмах и зонах Грузии. Начиная с поколения 50-х годов и вплоть до нашего времени почти все грузинские воры наркозависимы. Мало кому из них на этом пути удалось не потерять себя. В лучшем случае, из личностей духовных воров становились просто душевными. Чем дальше грузинские воры отходили от традиционных устоев, тем уязвимее становились для власти. Советская власть в лице МВД и ГУИН всегда боролась с ворами слишком прямолинейно. Когда еще никто не слышал о правозащитниках, ворам создавали нечеловеческие условия, в которых их мучили, пытали, ломали. С единственной целью, чтобы вор отказался от воровского. Таких гнутых воров или сук, которые предавали воровское и сознательно шли против бывших собратьев, власть охотно брала на службу, потому что знающие этот мир изнутри, они, как никто другой, могли квалифицированно вредить воровскому. Иногда в результате таких репрессий число воров сокращалось до нескольких десятков, но истребить поголовно всех еще никогда не удавалось. Единицы уцелевших оказывались подлинными кристаллами, о которых слагались легенды. Авторитет воров от этого только креп. Ситуация поменялась в начале 70-х годов, когда до воров впервые снизошел ЭГБ. С какой казалось бы стати? Есть мнение, что заокеанские архитекторы перестройки четко осознавали, кто такие воры и какова сила их братства. Они понимали, что воры, в отличие от большинства советских людей, не предадут свои идеалы за банку Кока-Колы и джинсы. Вспомните, кто у Гайдая не дал чиновнику-временщику разбазарить казенные земли. По словам Бриллианта, известный диссидент Буковский, отбывавший наказание во Владимирском Централе в одно время с ним уже тогда пытался втянуть воров в политическую борьбу с целью развала советского строя, но получил категорический отказ. Чтобы осуществить задуманное, с ворами нужно было покончить. Эту миссию возложили на КГБ, организацию, отвечавшую за государственную безопасность, без предательства внутри которой развал СССР был бы невозможен. Кто знает, не была ли воровская идея, презиравшая национальные различия, с эминтирующим элементом пресловутой дружбы народов, с подрыва которой обрушился весь домик. Под предводительством Андропова, известного своими либерально-атлантийскими взглядами, который выпистывал и привел к власти Горбачева и его команду, КГБ впервые взял воров в свою разработку. То, что не удалось победить Петровке, Лубянка, в привычной манере, возглавило. Не уничтожая и не дискредитируя саму идею, контрики осуществили операцию по замещению верхушки идеологов. Для этого сотрудники КГБ конфиденциально встречались с наиболее видными ворами того времени с целью их вербовки. История не даст соврать, что подобраться к счастливым обладателям домов, семье и капитала оказалось гораздо проще, чем к тем, для кого единственным жизненным активом оставалось честное имя. Восьмидесятые годы стали временем иуд, которые не повесились, а вложили свои тридцать серебряников в рост. Это значит, что воры, тайно согласившиеся сотрудничать с КГБ, не переходили на другую сторону баррикад, а продолжали именоваться ворами. Более кощунственного способа надругаться над честными ворами нельзя было вообразить. После того, как фактически опекаемые властью суки присвоили себе имя вора, участь несговорчивых стариков была предрешена. Всего через месяц после прихода Горбачева на зоне был зверски убит бриллиант. Впрочем, это уже совсем другая история, счастливый конец которой мы скоро покажем в жанре документального кино. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова